Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Сергей Духанов, и сегодня гость открытой студии свободной прессы, доктор Пол Крэг Робертс, выдающийся американский экономист, колумнист, блогер и бывший высокопоставленный госслужащий. В администрации Рональда Рейгана он служил в качестве замминистра финансов США и отвечал за экономическую политику. Позднее он был редактором и колумнистом Wall Street Journal, колумнистом журнала Business Week, The Scripts, Howard News Service и редактором журнала Harper's Magazine. В 2015 году Мексиканский пресс-клуб удостоил господина Робертса своей международной наградой за отличие в журналистике. Господин Робертс, добро пожаловать в нашу студию и доброе утро, сэр. Спасибо. Господин Робертс, вас хорошо знают в России, вы хорошо известны читателям свободной прессы, благодаря вашим статьям, как сторонник нормальных отношений между нашими странами, между Россией и США. Я бы сказал, что сегодня требуется смелость, чтобы быть сторонником таких отношений. Как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию в наших двусторонних отношениях? Как крайне опасно. Знаете, во время прежней Холодной войны, обе стороны, советское руководство и американские президенты, работали над тем, чтобы понижать напряженность. Имели место серии переговоров по ограничению стратегических вооружений. Вы можете вспомнить переговоры по ОСВ. Был договор по противоракетной обороне. Из-за угрозы ядерного уничтожения усилия по снижению напряженности были велики. Когда Советский Союз распался, руководителем России стал Ельцин. Когда Российская Советская Империя американцами была разрушена, угроза, казалось, пропала. Потому что Россия уже была зависима от Вашингтона. И эта ситуация была при Ельцине. Но для России было невыносимо превратиться в еще одно марионеточное государство американской империи. Такое, как Англия, Франция и Германия. И тогда состоялось восхождение во власть Путина. Который восстановил российский суверенитет. Это послужило причиной огромной тревоги в Вашингтоне, особенно в среде неоконсерваторов. Они разработали политику американского унилитаризма. Они увидели, что Россия была в состоянии действовать независимо. И таким образом напряженность вернулась. Поскольку Соединенные Штаты вышли из разрушенческих соглашений, из договора ПОПРО, и стали выдвигать целые серии обвинений в адрес России. Такие, как уничтожение малайзийского авиалайнера, отравление скрипалей в Англии, российское вторжение в Грузию, российское вторжение на Украину. Обвинения нарастали. И словесные формулировки американской стороны становились все менее и менее дипломатичными. Организовывалось все больше и больше провокаций. Все больше маневров на российских границах. Ситуация становилась все хуже и хуже, вплоть до того, что во время кампании по выборам президента США в 2016 году Хиллари Клинтон сослалась на господина Путина, как на нового Гитлера. А совсем недавно президент Байден сказал, что Путин — убийца. В то время, в той холодной войне, подобным образом никто не говорил. Таким образом, новая холодная война гораздо более опасна, потому что люди в Вашингтоне делают все возможное, чтобы повысить напряженность, а не понизить ее. И мы видели, что произошло с президентом Трампом, когда он сказал, что он хочет нормальных отношений с Россией. Верит ему кто-то или нет, я верю, что это входило в его намерения, но это послужило причиной скандала «Раша-Гейт». Это было инсценировкой, цель которой состояла в том, чтобы не позволить ему нормализовать отношения и заставить его перейти в режим русофобии. Так что мы видим, что отношения между двумя главными ядерными державами сегодня намного более серьезные. И это целиком вина вашингтонских неоконсерваторов, стремящихся к господству Америки. В Путине и в России они видят такое препятствие, которое должно быть устранено, чтобы осталось одностороннее, однодержавное господство Вашингтона. Это одна критическая угроза. А вторая критическая угроза, и не всегда ясно, что Кремль это понимает, состоит в том, что это стремление к господству не оставляет хоть какого-то места для мира для улаживания проблем для договоренностей. И это стремление представляет собой безусловное требование. Кремль должен сдаться на волю Вашингтона. Сэр, иногда, а может быть не иногда, а всегда, говорят, что Путин вежлив. Некоторые говорят, что он кроток и скромен. Как его линия воспринимается или понимается Вашингтоном? Не так, как на это надеется Путин. Я считаю, что Путин очень ответственный руководитель. Он не выходит из себя, не реагирует на провокации, провокационным образом, потому, что он понимает, что в ядерной войне выживших не будет. Он также понимает, что у американцев и у НАТО нет шансов победить в обычной войне с Россией. Этого просто не может произойти. Таким образом, вероятный конфликт станет ядерным. В противном случае у Вашингтона не будет ни малейшего шанса. Путин делает все возможное так, как он это видит, чтобы убрать риск того, что ситуация выйдет из-под контроля. Является ли такая политика успешной? Лично я выражал сомнения на этот счет, потому, что чем больше вы принимаете обвинения и провокации, не давая на них все более твердого ответа, тем более вы поощряете на дальнейшие обвинения и провокации. И это именно то, во что всегда верил Кремль. Все их усилия сгладить конфликт и предложить переговоры, предложить договориться, предложить восстановить разрушенные достижения прежних десятилетий в деле контроля над вооружениями, были отвергнуты. Я считаю, что усилия Путина быть скромным, дипломатичным и ответственным интерпретируются Вашингтоном как слабость, поскольку не была заявлена твердая позиция «Все, с нас хватит». В своем последнем послании Федеральному собранию Российской Федерации он дал понять, что нас все время обвиняют, но это не имеет особого значения до тех пор, пока на нас не нападают. Если же они сунутся, тогда мы ответим решительным образом. Это очень сильное предупреждение. Но видите ли, его предупреждения не убеждают Вашингтон, потому что он никому еще не разбил нос в кровь. Например, с американской точки зрения представляется, что Путин защищает атаки Израиля на сирийской территории, сдерживая применение установок С-300. Зачем Сирии эти установки, если она не может их применить для предотвращения израильских атак? Возможно, если следующая израильская атака была отбита, то может быть тогда предупреждения Путина имели смысл. Люди бы сказали, послушайте, мы зашли слишком далеко, мы недооценивали то, что русские могут терпеть, и нам лучше найти какой-то способ принять, что они существуют, что они суверенны, и что они намерены таковыми оставаться. Так что я не думаю, что политика Путина более успешна. И я думаю, что она поощряет на более агрессивные обвинения и на более агрессивные майоры. дополнительно происходит следующее. Общественность на Западе, в Соединенных Штатах и в Европе слышит эти обвинения снова и снова, снова и снова. Обвинения нарастают и становятся все сильнее, называя его мошенником, потом Гитлером, потом убийцей, и у общественности это закрепляется. В результате общественности в Европе и США невозможно выступить в качестве ограничителей действий их правительств, потому что общее мнение, сформированные средствами массовой информации, из года в год говорят о том, что Россия это плохие парни. А если кто-то утверждает, что надо договариваться, то его называют российским агентом, простофилий русских. К сожалению, это еще один аспект того, что Путин ведет себя столь разумно, поскольку это позволяет западным СМИ год за годом наращивать тот образ, который закрепляется у общественности и который не дает этой общественности выступать и говорить, послушайте, мы не хотим войны, найдите способ договориться с Россией. в этом случае такие люди звучат как российские агенты и тогда их демонизируют, как демонизировали президента Трампа, так разумность Путина ведет к обратному результату. Таково мо мнение. И это легко увидеть. Позвольте мне процедировать несколько недавних заголовков за последнюю неделю. Вот Нью-Йорк Таймс. Угроза от российского государства. Украинцы встревожены, так как российские войска концентрируются у них на пороге. еще Нью-Йорк Таймс. Президент Украины предупреждает о войне с Россией. Вашингтон пост. Россия расширяет наступательные вооруженные силы недалеко от украинской границы. Уолл Стрит Джорнл моя бывшая газета, но это честно. Путин выступает с предупреждением относительно наращивания вооруженных сил. Дальше тут деловые издания. Бизнес инсайдер. Россия кажется готовится вторгнуться на Украину. Yahoo. Россия вот-вот вторгнется на Украину. У Нью-Свик точно такой же заголовок. Россия вот-вот торгнется на Украину. BBC Россия готовится воевать с Украиной. Даже Аль-Джазира нападет ли Россия на Украину. Вот такие заголовки. Foreign Policy Magazine журнал внешнеполитического сообщества Америки Россия готова воевать с Украиной. И это продолжается и продолжается. Вот еще пожалуйста Нью-Свик нарастает предположение о том, что Россия готовится к войне с Украиной. Вот еще один деловой журнал. Путин отдал приказ тысячам военных сосредоточиться на границах с Украиной, установил морскую блокаду. Похоже, что он собирается осуществить вторжение. И это бесконечно. Это то, что слышат люди день за днем, неделя за неделей, год за годом. Просто видно, как это парализует общественное мнение и не позволяет людям занимать позицию отстаивания хороших отношений с Россией. Что можно было бы сделать? Есть русская поговорка «Безнаказанность порождает наглость». что можно сделать для того, чтобы, если не предотвратить напряженность, то хотя бы разрядить существующую напряженность. Или, по крайней мере, показать, что эти обвинения неверны. я думаю, что это именно та ошибка, которую делает Кремль, стараясь показать, что обвинения неверны. Потому что Вашингтону дело этого нет. Вашингтон знает, что обвинения неверны. Они знают, что это неправда. Но факты не имеют никакого значения. Кремль, мне кажется, не понимает, что все это часть кампании против России. Поймите, для пропаганды войны факты значения не имеют. В пропаганде войны вы делаете все возможное для того, чтобы демонизировать врага. Мы все еще воспринимаем Вторую мировую войну против немцев с точки зрения военной пропаганды. Так уж мы ее понимаем. Именно это имеет место быть и сейчас. Факты значения не имеют. Именно в этом Кремль заблуждаются. Он говорит, слушайте, посмотрите на факты. Мы во всем поможем. Они хотели принять участие в расследовании уничтожения малайзийского авиалайнера. Да не было никакого расследования. Вашингтону вообще не нужно никакого расследования. Они хотели увидеть доказательства по делу Скрипалей. Они хотели увидеть доказательства по делу Навального. Видите ли, никаких доказательств нет. Только обвинения. Нет никаких доказательств. И они не заинтересованы в фактах. Вашингтон знает, что факты выдуманы. И Кремль совершает ошибку, когда думает, что Вашингтон как-то не так воспринимает доказательства. Вашингтон использует фальшивые обвинения, чтобы дискредитировать Россию в глазах населения западных стран. Так что же можно сделать? Мне кажется, что существует только две возможности. Или Кремль должен просто игнорировать обвинения и не говорить ничего и просто отвернуться от Запада и вести дела с Китаем и Востоком. Ну, может быть, с другими частями света, которые понимают, что Россия благонамеренная страна, могущественная страна, с которой разумно поддерживать хорошие отношения. Вам следует вместе с Китаем создать свой собственный мир и просто игнорировать Запад. во многих отношениях Запад находится в состоянии коллапса, морального коллапса, политического, экономического. Так что, если стремление многих русских интеллектуалов быть частью Запада абсурдно, то потому, что Запад это моральная пустыня. Он политически истощен, президентские выборы крадут, наши суды не отправляют правосудие. Он противоположность того, во что Путин хочет превратить Россию. Так что, я считаю, что одна из крупнейших проблем России заключается в том, что во время эры Ельцина американцам удалось промыть мозги ученым, особенно тем, кто занимается внешней политикой и экономикой. они по сути дела одной ногой стоят на Западе. Они больше западники, чем русские. Они как пятая колонна, понимаете? Может быть, именно из-за влияния этих людей Кремль не в состоянии по-настоящему оторваться от Запада и понять, что нет ни малейших шансов на то, чтобы договориться с Западом. Нужно просто отвернуться от него и заняться своими делами в другом месте. И еще одна возможность для Кремля просто найти возможность предпринять очень жесткие меры, которые были бы точно в пределах его полномочий. но которые не доводили бы дело до войны. Например, в Вашингтоне, и это наблюдается во внешнеполитическом сообществе США, российское согласие на продолжительные, израильские, а иногда и американские, атаки на сирийскую территорию воспринимаются как загадка. Зачем русские вошли со своими вооруженными силами, спасая страну, но затем просто просиживают там и позволяют Израилю наносить удары по этой стране? здесь в США твердо считают, что Россия сдерживала применение сирийцами установок С-300. Тогда зачем они сирии? Я думаю, что можно было бы послать хорошее послание и, конечно, разбить нос в кровь, если бы в следующий раз, когда израильтяне нанесут удар по Сирии, русские позволили бы сирийцам применить установки С-300 и нанести поражение атакующим и разнести израильские самолеты. Это просто показало бы, что на самом деле есть некий предел. Это то, что сирийцы уже делали. Это сделали бы не русские. Они просто не стали бы останавливать сирийцев, когда те использовали бы свое оборудование. это то, что Сирия уже делала в целях самообороны. И все знали бы, что Россия дала на это разрешение. Это послало бы некое сообщение. Послушайте, они больше такого не позволят. Лучше давайте искать другие пути. Ну, вот такие мои предложения. Совершенно ясно. Все, что было сделано, все, что делается сейчас, не работает. Все стало только хуже. И в какой-то момент Запад зайдет слишком далеко. И у России не будет никакой другой альтернативы, кроме как принять весьма и весьма серьезные ответные меры. И именно в этом кроется опасность. Я считаю, что вам следует остановить все это до того, как мы дойдем до той точки. Потому что, знаете ли, как не тяжела бы была жизнь, лучше бы живым. А если разразится война, то она будет ядерной. И это станет концом для нас всех. такова моя оценка. Я много напряженно думал об этом, и мне кажется, что стратегия Кремля провальна. Касательно вашей первой рекомендации игнорировать Соединенные Штаты. В настоящее время оба наших соответствующих посла находятся дома. Стоит ли нам понизить уровень дипломатического представительства? Я имею ввиду, стоит ли нам держать своих послов дома и оставить только советников посланников в качестве замены им? Или может быть даже ниже? да, пусть послы остаются дома. Но знаете, а какой смысл в дипломатическом представительстве США в России? Да никакого. Дипломатическая служба в Москве по сути поддерживает сторонников Навального. они переправляют им деньги. Для России возможно. Было бы лучше, если бы у нее не было бы никакого представительства Соединенных Штатов. представителей если бы Россия не спустила к себе никаких американских официальных представителей. А что они хорошего делают? Они фактически поддерживают тех людей, которые создают негативные впечатления России. Как я понимаю, я правильно произношу эту фамилию. Эта группа незначительна. И вряд ли она имеет какое-то существенное значение внутри России. Но зато американские газеты используют ее, чтобы показать, что есть какой-то протест. Они создают этому человеку образ легитимного демократического лидера России. Точно так же, как они пытались сделать с человеком, которого мы пытались устоять вместо Мадуро в Венесуэле. Ну, так что у этого парня вообще нет никакой поддержки. Но с точки зрения Нью-Йорк Таймс, он именно тот человек, которого россияне поддерживают. Посмотрите на демонстрации. Все русские за него. Путин авторитарный деятель. Он подавляет демократию. Кремль может не считать его угрозой. Но то, как его изображают здесь, наносит Кремлю серьезный ущерб. Так что обращение с Навальным руками в лайковых перчатках ошибка. Посмотрите, сколько он этим занимается. С какой стати Кремль позволил ему отправиться в Германию, чтоб там его обследовали. Они что, не знали наперед, что произойдет? Вы должны были знать. И с какой стати вам понадобилось признавать, что ваши врачи хуже германских. В этом нет вообще никакого смысла. Это почти как показать всему миру, какие мы демократичны и какие у нас широкие взгляды. Но это не срабатывает, потому что миру вообще нет до этого дела. Потому что мир управляется стремлением США к господству. И нет ничего, что зависело бы от того, насколько демократична Россия. Россия это препятствие. Вот в чем дело. И до тех пор, пока Россия не поймет этого, она будет продолжать делать эти ошибки, которые мы используем в целях пропаганды, чтобы подставить с Россией. Если вы поете и будете спрашивать американцев о России, о Путин, он ужасен, он убийца, он подавляет демократию, а он пытался убить легитимного лидера. И это чушь, в которую американцы верят. Это все потому, что Кремль не может понять, как надо вести пропаганду. А производят случай за случаем, дело за делом, чтобы Вашингтон мог использовать это против России. Вот в чем реальная опасность нынешней ситуации. Вот почему было бы вовсе необходимо разорвать отношения. Если они хотят иметь деловые отношения с Европой, прекрасно, но им не следует поддерживать какие-либо дипломатические отношения с Соединенными Штатами, потому что это работает против России, а это означает большую вероятность возникновения войны. Войны Сэр, для меня было удовольствием и честью задавать Вам сегодня вопросы. Мы только коснулись обсуждения наших двусторонних отношений. Я надеюсь, что мы продолжим обсуждать проблемы, которые имеют значение для обеих наших стран. Большое спасибо, сэр. С гостем беседовал Сергей Духанов. Спасибо вам. Я думаю, вы правы в том, что эти вопросы заслуживают дальнейшего обсуждения большего, чем есть сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok